Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Ситуация следующая, что у мужчины автора вопроса, то есть автор вопроса женщины, у неё есть мужчина, с которым они встречаются почти два года. У мужчины есть психическое расстройство, о котором автор узнала не сразу. И, соответственно, это довольно такая нелёгкая форма, когда человек истерит, кричит, впадает в агрессию, может применить физическую силу. Правда, не фатально они, а до побоев, ударов дело не доходит, но до проявления агрессии, конечно, вполне доходит. Автор вопроса пишет потом, что узнала об этом она во время ссоры. Значит, мужчина довольно серьёзно спилил, после чего они расстались на три месяца. Я не буду говорить всех деталей, мне кажется, что это необязательно совершенно здесь. Вот, значит, они расстались на три месяца, и на протяжении этих трёх месяцев мужчина всё время преследовал автора вопроса, писал и изменялся, умолял вернуться, угрожал, так же агрессировал, говорил много неприятных слов. В итоге, по словам автора вопроса, это практически прямая статата в данном случае, он в один прекрасный день приехал к ней, где она жила, жила она в другом городе и забрал её к себе. С тех пор они живут вместе. Конфликты также продолжаются, истерики и агрессии мужчины продолжаются, аутоагрессия мужчины также продолжаются. И автор вопроса говорит о том, что квартира далека от условий, к которым она привыкла, в силу импульсивности мужчины у неё есть синьки и стыдно перед соседями за ссоры и крики. И автор вопроса говорит о том, что сама не подарок, что вспоминает обиды, сама затевает ссоры и потеряла к себе уважение за то, что она оказалась в такой ситуации. Значит, автор вопроса задаёт два противоречивых вопроса, на мой взгляд. Это можно ли сохранить отношения и, собственно, не знает ли она, хочет ли она продолжать отношения. Ну, на самом деле, есть, конечно, противоречия в этом, потому что вопрос, можно ли сохранить отношения, предполагать, что вы хотите, а если вы не знаете, хотите вы или нет, то, наверное, сначала нужно узнать. То есть, опять же, ну, сделать это можно через психотерапию, да, через психолога можно это сделать, вот, определиться, то больше. Значит, что хочется сказать. Ну, во-первых, отношения можно сохранить, если мужчина осознаёт проблему свою. То есть, не просто извиняется, если человек готов к лечению, вот. Потому что, ну, понятно, что, может быть, он и не молод, хотя психологические проблемы тоже имеют место быть, судя по тому, что вы говорите. Вот, но, на мой взгляд, если человек не хочет лечиться, вот, для того, чтобы в будущем заняться психотерапией, то шанс нет. Второе. Вам необходимо свои обиды прожить, ну, то есть освободиться с них, потому что они вам не дают вести себя естественно. И необходимо поработать с самооценкой и, наверное, с иерархией попрятности. Потому что дело в том, что вот, когда вы говорите, что, ну, вот он приехал, меня забрал, да, то есть вот тут как-то не совсем понятно, для чего вы расставались. Если вы просто берёте человеку, ну, позволяете вас собирать. То есть вообще-то, говорят, забирают вещи, знаете. Ну, вы же не вещи, правильно. Но почему-то забирать себе позволяют, вот. Ну, и то, что человек болен, и то, что вы с ним, это, конечно, тоже вызывает вопрос. Потому что, если человек зависим от заболевания, то вы зависимы соответственно тоже от него. То есть вы зависимы. И здесь бывают проблемы личной границы, проблемы личной ответственности. У вас нет личной ответственности. То есть вы не отвечаете как бы за себя. Да? Но при этом довольно легко, с лёгкой руки берёте ответственность за другого человека. Это большая, на мой взгляд, проблема, потому что так вы лишаете себя свободы. То есть вы не свободны, таким образом получается. Это очень важно корректировать. И учиться, в первую очередь, личной ответственности. Вот. Ага. Последнее, что мне хочется сказать, то, что вы как будто бы не доверяете себе. Вот. И. Ага. Ну. То, что вы пишите. Он рос в бедной семье. Он решает проблемы своих родителей. Значит, они вообще ему ничего не дали. Но это выглядит вот как. Знаете, как. Какое-то вот. Ну, отличение, что ли, от реальной проблемы. Какая разница, кто его родители. Тут у меня закрадывается впечатление, что вы ведете себя по отношению к нему как мама. Вот вы пишите вроде как, что не привыкли к условиям, то есть подразумеваю, что вы довольно обеспеченный человек, но при этом у вас тоже истерка и так далее. То есть тут вот есть явно, явно здесь есть какой-то триггер, который удерживает вас от того, чтобы взять власть на своей жизнью себе. Возможный ответ открывается в начале, где вы пишите, что заботливые, нескупые, ласковые слова, внимательные, готовые ради меня на всё и прямо-таки идеальные. Вот понимаете, такая идеализация человека и возникновение чувств в ответ на отношение к себе – очень опасная штука. Нам многие говорят, в частности родителям, что самое главное – то, как человек к тебе относится. Мне кажется, в этом есть очень большая опасность, потому что действительно отношение человека важно к нам. Но мы любим и испытываем чувства всё-таки не к отношению к себе, а отношение к себе – это продолжение нашего отношения к себе. То есть мы учим людей относиться к себе так, как мы хотим. Но чувства наши, они направлены на самого человека, а не на его отношения. И то, что вы перечислили – это его отношение к вам. И вот это отношение к вам, оно как будто бы содержит в себе то, чего не достают вам. То есть вы не чувствуете как будто бы себя целостным. Понимаете? Вот. Ну тут, по сути, вы ощущаете себя жертвой. Человек, человеком, который ответственность переложил на другого человека за то, что хочет, за то, что ему нужно самому. Вот. Вы пишете, что находитесь в трудной ситуации. Но я могу вас спросить в ответ, какие у вас чувства к мужчине сейчас. Что вы чувствуете к нему? Как-то так. То есть в первую очередь вам необходимо работать над личными границами и созданием личного пространства. Разграничением ответственности. Но это не первостепенная цель. Первостепенная цель – это вот то, о чем я сказал. Та цель, которая мне интересна в отношениях. То почему я называю человека идеальным и перечисляю его черты, которые мне нравятся, направленные на меня. То, что вам это важно. И то, что ничего больше вы не перечисляетесь. То, что как будто бы вы нуждаетесь в том, чтобы к вам вот так относились. Чтобы были на все ради вас готовы. И так далее. Это как будто бы является решением проблемы вашей ценности. Но одновременно является и тупиком в этом направлении. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Удачи. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Как минимум, вам она совершенно необходима. Удачи. 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 Удачи.